Гордость меня преисполняет. Последнее время ты смотришь по средствам массовой информации, как выходят наши студенты, ребята молодые, заблудившиеся совсем, и понимаешь, что все, нет сил терпеть, нельзя ждать примедления смерти подобно. Сегодня великие времена, и давайте вспомним тех первых, кто бросил вызов преступников, до сих пор не нашли. И ребята в Доме профсоюзов, которые в жесточайшем аду находились, и до сих пор ни один не ответил за это страшное преступление, ни один. Честь и мы хвала этим нашим первым смелым героям, самым настоящим. По ним произошла лакмусовая бумажка, и мы все, наш русский мир вздрогнул от того, как жестоко, как цинично, как подло с ними поступили. И, конечно же, все понимают, что дальше нас ждет всех. Эта территория Украины, это не просто территория, как сегодня принято в пропаганде украинской говорить на нас, на пале наш враг. Мы агрессоры. Нет, я украинец в том числе. Я знаю тысячи украинцев, которые переживают, плачут, и для нас это действительно трагические, с одной стороны, времена. Все правильно было сказано, это великие времена, великие времена очищения, трансформации, обнуления, чтобы вырасти из, я не знаю, как говорится, отчасти, может быть, я не знаю, может быть, из пепла, из чего угодно. Но у нас наступили великие времена, но и при этом трагические времена. Есть люди на планете Земля, которые в этот момент потирают руки и радуются. Вспомните, как ходили кадры по интернету, когда есть такая дама, все знают ее, Хилари Клинтон, когда узнала о смерти Каддафи, как она со скалом, каким-то почему-то зверином, стало страшно, что когда женщина с таким оскалом, что же можно дальше от мужчин. И сегодня эта битва идет, это не просто битва, это битва за нашу историю, это битва за наших дедов, оплеванных, зеленкой облитых, униженных. Хватит терпеть, хватит молчать. И честь и хвала тем ребятам, которые стоят сейчас на рубеже атаки. Честь и хвала тем, кто сегодня не бегает никуда. И встает, идет в военкомат, и понимает, что он мужчина, и он может принести пользу этой стране. Честь и хвала, потому что если все начнут бегать, начнут забирать детей. Давайте, мужики, если кое, вы еще остались, а я уверен, что остались. Давайте вставать. Время наступило такое. Надо показать, потому что мы будем бороться за наше счастье, за наше светлое будущее, за будущее наших детей. И я хочу просто... Я был готов спеть песню, я репевец. Мне так хотелось спеть 10-й наш десантный батальон вместе с вами. Песня! Пускай наши парни, которые сейчас стоят и в военкоматах, и особенно те, кто проливает сейчас кровь в этой братоубийственной войне. Песня! Пускай нас услышат. Мы эту песню сегодня обязательно споем, немножко позже. Дайте я хотя бы строки просто скажу. Я пропою сейчас последние строки. Когда-нибудь мы вспомним это и не повериться самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертейный. И все аж бессилен он. Сомнения прочь. Уходит в бой отдельный. Десятый наш десантный батальон с Богом. С нами Бог. Победа будет за нами. Владимир Ашковский, Игорь Петренко. Спасибо, что сегодня с нами. Спасибо. Ничего не забывается. Спасибо. В наших сердцах всегда будет жить любовь к Родине. К своим корням. И пока мы... Мама, привет! Когда война на пороге Неважно, воин, рабочий, поэт У всех свое место в истории И лишь приятелям места там нет Когда война на пороге Нам слышен голос советных времен Русские своих не бросают Это закон Надо показать вам, что мы будем бороться За наше счастье, за наше светлое будущее За будущее наших бедей 30%, а то и 40% батальона Это русские добровольцы Которые вместе с нами на протяжении 8 лет С оружием в руках защищают нашу землю Все поддерживают решения, принятые президентом Российской Федерации Даже если потом смотрит заря Потому что мы ждали, мы правда его ждали 8,5 лет И для нас это настоящий праздник Но только одна проблема, что тысячи наших павших Они не зажили до этого дня Мы не уйдем, мы не уйдем Мы не уйдем Враг будет разбит Победа будет за нами Ура! С тобой И небеса вместе с нами И вся Россия за нами Я русский человек и твердо знал Зимой ей кончится И Руси с попозит морд Так кого я вообще боялся Давай-ка покяжем свое вино И столь ясно с любовью убрать Так вот, дед мой говорил при жизни, что у каждого поколения есть своя война И на вашу долю выходит К сожалению, это были пророческие слова И сегодня нам выпала доля Поставить в точку фашизму, положить конец Закончить то дело, которое начали наши третьи Станин, герои России Останутся в наших сердцах До конца Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok